Дороги 20-19 В этом году выставка приобрела совершенно новый формат. Мы не просто традиционно собираемся, общаемся, мы также обсуждаем ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поприветствовал участников большой выставки и зампредседателя правительства страны Максим Акимов. Чиновник отметил, что цивилизация напрямую зависит от дорог, а чем выше качество второго показателя, тем лучше уровень жизни первого. Которые создают возможность интеллектуального общения, семейных связей, культурных контактов, торговли, возможность экономического развития. Поэтому наша выставка – это пространство, территория, где собираются лучшие решения. Международная выставка «Дороги-2019» традиционно становится центром притяжения для специалистов дорожной отрасли. Поскольку именно здесь можно увидеть сверхсовременную дорожную технику и обсудить самые актуальные темы, связанные с развитием дорожного хозяйства России. Среди делегатов и Ульяновская область. На стендах региона – результаты работы дорожной отрасли, опыт внедрения систем в фото-видеофиксации и интеллектуальных систем. Кроме того, Ульяновская область представит навык применения композитных материалов при строительстве дорожных объектов. Возглавляет делегацию губернатор Сергей Морозов. Когда мы сейчас уже анализируем не километры, не тонны, не другие какие-то параметры, а просто человеческими судьбами, о которых я постоянно сегодня говорю, то мы видим о том, что у нас отмечено резкое сокращение количества дорожных транспортных происшествий и количества смертей и количества пострадавших ребят. И слава богу, ни один ребенок у нас не погиб на дорогах в этом году. Глава региона также отметил, что за этот год благодаря нацпроекту в нормативное состояние удалось привести 45% дорожного полотна Ульяновской области. До 2024 года показатель должен достигнуть 100% результата. Сергей Морозов без доли лести заявил, что приехал сюда не только хвастаться, но и плодотворно дискутировать на площадках во время деловой части выставки. Так губернатор волнует темы, касающиеся федеральной программы по замене электротранспорта. В городах, в которых есть трамваи, троллейбусы, мы входим в категорию таких городов, федеральное правительство может решиться и оказать содействие. Если так, то к 190 с лишним трамваям, которые у нас есть и которые почти на 80% имеют износ, мы в ближайшее время можем с вами прибавить, ну как минимум, нам нужно порядка 110 трамваев совершенно новой конфигурации. Первый день выставки Ульяновская область заручилась поддержкой Российского дорожного научно-исследовательского института. Главная цель партнерства – совместное внедрение передовых технологий при ремонте и строительстве дорог. Соответствующее соглашение подписали Сергей Морозов и генеральный директор института Алексей Воряченко. Ринат Алиулова, Новости Улправда ТВ.